В столице стартовал международный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийских чемпионов. Он же в прежние годы на призы Антонины Кошель. Изменил ли данный турнир вместе с названием свой формат и какие задачи ставит в новый олимпийский цикл тренерских штаб сборной, узнавала Юлия Селепицкая. В постолимпийских годных чемпионатах Европы и мира медали разыгрываются исключительно в индивидуальной программе. Турнир на призы олимпийских чемпионов также личный. В столицу прибыли все сильнейшие спортсмены из каждого белорусского региона и гости из Узбекистана и Египта. Ранней весной мы проводим, проверяем своих спортсменов, плюс с удовольствием приглашенные команды, которые здесь участвуют. Таким образом мы с весны начинаем уже шевелиться. Откровенно говоря, белорусам пока нечем похвастаться на международном ковре. Главная задача сейчас – возрождение отечественных традиций. В новом олимпийском цикле сменился главный тренер мужчин. Теперь на мосте коуча стал Александр Баранов. Личный наставник Дмитрия Каспировича. На этих соревнованиях мы пробуем новые комбинации. Как вы видите, много падений получается. Но моя установка такая – вставлять все в максимальную сложность. Получится, не получится, нужно пока накатывать комбинации. Сейчас команда практически вся состоит из молодежи. Основной состав. Подрастают маленькие хорошие детишки, но костяк сформировался нормальный. Молодежь и очень много предстоит работы. Я думаю, что все будет нормально. Александр Баранов уже приступил к своим обязанностям. И на первом этапе Кубка мира в Баку, который завершился на прошлой неделе, наш Павел Булавский завоевал две серебряные награды – в вольных упражнениях и опорном прыжке. Неплохой старт в новое четырехлетие. Следующий форум-чемпионат Европы пройдет в Румынии в апреле. В первом этапе выездной состав – три мужчины и одна женщина. Кто отправится в континентальный воежь, станет известно по завершению турнира на призы олимпийских чемпионов.